Экскурсия по Брамцево 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 А вон свои знаменитые художественные кривоходы обходили самые талантливые люди того времени. Серов, Коснецов, Поленок, Репел, Сориков, Крубин и многие другие художники. А вот о жизни Сергея Тимофеевича Аксакового в Абранции на гультературной деятельности я расскажу в следующем саде. Входите, пожалуйста, сюда. Куда мы еще вернемся, невозможно. Мы с вами находимся в зеленом кабинете Сергея Тимофеевича Аксакового. В конферкте, когда он прожил нашу саду, он был человеком уже достаточно пожилым. Ему было 52 года. Возраст для того времени солидный, старость для мужчины начиналась в 42. К этому моменту его начинают подводить зрение. Поэтому сады кабинета выполнены в спокойных оттенках зеленого, чтобы не раздражать его больные глаза. Для этой же цели он часто использовал козырек, чтобы защититься от яркого солнечного света. В то время еще не существовало темных очков. В обстановке этого кабинета появляются все самые знаменитые произведения писателей. Во-первых, его книга «Записки об ужине рыбы» вышла, когда ему было 57 лет. В этом момент он уже практически не может писать сам, потому что плохо видит и выросли диктовать. Сидит в своем любимом оттеновском кресле, своим дичерям, обычной вере, который располагался на этом женском столе. У него же есть маленькие колесики. Это про образ всем известного подписного кресла. Первая книга сразу станет популярной. Писателю прислали удочки со всей страны, и даже одна девушка прислала ему удочку-леску, которая была выполнена из ее собственных волос. Настолько ее пробовал это произведение. Она описана, наверное, красиво в русском языке и с большой любовью к родной природе. Писателю назовет эту удочку и видите, и она станет его талисманом. Но не только сам Сергей Чеморгевич был человеком, интересным и талантом. Вся его семья была необычной. Он получил одного, и не сломан, и не заплатил. Дочери сборки своего генерала. Женщина из троги, любящая дисциплину. Он, наоборот, получил заботы на предыдущем отцу. Сам занимался воспитанием своих детей, даже не приглашая к ребенку. Дети отвечали ему тем же. В будущих родственных людьми, главных семей, они продолжали ласково называть его отечества. Это праздниче они придумали для него сами. Воспитанный в большой любви, в детстве, он был с видной талантом. Смотрите, у вас нет младшей дочери Аксакова и Марии. Написано, и сказано, что это про веры. У меня не было профессионального художественного образования. Она взяла всего-то несколько уроков. Она сколько талантом была, эта девушка. Аксакова, кстати, Сергеевич, поэта, напишет звонит в детскую песенку «Мой визочек так уж мало», на которой Петр Ильич Чайковский сочинит музыку. Константин Сергеевич защитит докторскую из сердца в суперпалологии, которую посвятил своим родителям. К сожалению, он скончался довольно рано, не выдержал смерть отца и ушел вскоре после него. Его брат Иван Сергеевич будет лидером славяных филов. Человеком очень увлеченным. Еще один сын Григорий Сергеевич, который стал гонским, самарским губернатором, станет известен на этих постах тем, что не брал взяток. Он был женат на сроке же школы, родственница адмирала и инвестор просвещения. И в этой семье родилась маленькая девочка Оленька, и который Сергей Тимофеевич написал свою книгу «Детские годы Багрового внука». И вот в ней мы с вами находим тот самый Оленький цветочек. А в семье даже говорили о Оленький цветочек, потому что знали, что сказка была написана для любимой внучки писателя. Интересным экспонатом является эта масляная лампа. Они почти исчезли с обиходом после плембедения керосиновых. Наша лампа была изготовлена во Франции в форме чайника с четырьмя носиками. Расшитая вручную бисерная санетка. Ее использовали для вызова слуг. К сожалению, колокольчик у нас утрачен, но это подлинная вещь. Кто увидел, в каком она до нас зашла таксаковых. Каждую бисеринку нужно было пришить вручную. А вот о детстве и юности писателя я расскажу в следующем зале. Приходите сюда. Продолжение следует... Какие-то приколения. Сергей Тимофеевич Аксаков происходил очень геморгий, я знаю. С того рода известного с 11 века, его мать Марина Николаевна Сухова была женщиной просвещенной. Интересовалась литературой, театром, искусством. Это пребывало своему сыну. В детстве будущий писатель много болел. И только ее постоянные заботы поставили его на ноги. Но всю жизнь он сохранил ей благодатность. За 9 лет она сама занимается его воспитанием. А позже отходит в Казахскую гимназию. И теперь получает заботу воспитателя и учителя Григория Карташевского. Он же будет учителем знаменитого будущей математики Лобачевского. В это время Карташевский еще совсем молодой человек, поэтому становится скорее другом, чем наставником Сергея Тимофеевича. А позже даже женится на его сестре Надежде, которую Аксаков очень любил. И он посвятил свое последнее неоконченное произведение Наташи, которое она продолжит и закончит. Сразу по окончании обучения Сергей Тимофеевич переезжает в Петербург, затем в Москву. Там были литературные кружки до времени. На этой стене Московский Петербургский, знакомый Аксакова, а входил в кружок в виде телевизорской словесности вместе с Иваном Крыловым, познаком с Пальком Державиным, с первым русским автором исторического романа Загостренным, с Акториком Харамзиным, автором истории государства российского, и, конечно, с Александром Семеновичем Шишковым, адмиралом, министром просвещения, которым он поддерживал в том, что нужно чаще использовать русский язык и освободить его от излишнего иностранного влияния, Семеновичем, как большинство дворян, чаще говорили по-французски, чем по-русски. Главным произведением жизни Аксакова станет его трилогия. Семейный троник и воспоминания детские годы Бакрового внука. Книги, написанные на красивом русском языке, являются еще и важным историческим источником. Герцан писал, что Аксакова правда на каждой странице, так что можно ему смело верить. Рядом с книгами ножниц и интересной формы, они называются мушетками, как использовали, чтобы срезать ногах и свечей. В это время в доме было практически исключительно свечное освещение. Стол, диван и кресло выполнены из светлой атласной березы. Диван обит сухими водорослями, по традиции того времени. Вот эти колонны, часы, историк для рукоделия, который называется Бобик, потому что, похож на Боб, на фасолинку, принадлежали уже следующим владельцам этого дома, мамонтам. Но Савва Иванович постарался сохранить все вещи, что остались в доме, потому что он был большим почитателем Сергея Тимофеевича и даже прочитал все его книги. А чтобы лучше узнать о том, как жила здесь семья Аксаковых, он приглашал к себе в гости Ивана Сергеевича Тургенева, который бывал здесь и при Сергее Тимофеевиче. Так что ему посчастливилось увидеть две эпохи жизни этого дома. И вот об этой новой эпохе. Я знаменитых гостях Абрамцева повествует наша следующая экспозиция. Поднимайтесь, пожалуйста, наверх. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok более чем 20-летняя дружба. Именно Аксаковы Боголь отметит свое 40-летие. Он говорил, что Аксаковы могут залюбить вас до смерти. Настолько хорошими хозяевами они были. А познакомились они в модном в то время литературном салоне Александра Иосифовна Смирновой. В этот же салон ходил, например, Александр Сергеевич Пушкин, который говорил, что Сергей Тимофеевич лучше всех понимает его произведение, так как в это время Сергей Тимофеевич был театральным критиком. Александра Иосифовна хотела издать произведение Гоголя без купюр. Поэтому обратился к Сергею Тимофеевичу, который в это время служил в Тимофеевском комитете. И Аксакову действительно это удалось. Так что он приобрел себе хорошего друга. У них была длительная переписка даже в те моменты, когда Николай Васильевич подолгу жил в Италии по состоянию своего здоровья. О своей дружбе с Гоголем Сергей Тимофеевич напишет книгу «История моего знакомства с Гоголем». Она не была закончена, но рассказывает не только о взаимоотношении к этим двух людей, но и сразу на салонах, варянах. Можно сказать, что Николая Васильевича в свете ей любили. Считала, что у него капризный, вздорный каратор. И действительно, он мог сделать вид, что спит на заседании литературного сауна или даже сбежать с постановки собственной пьесы. Но Сергей Тимофеевичу не мало было таким, какой он был. Поэтому и в Абранцеве Гоголь чувствовал себя очень комфортно. Здесь он не был тем закрытым писателем-мистиком, как принято о нем говорить. В «Спогнании современников» здесь он пел урасистские песни несиданного к саку надежды, прессал пляски, но посмеялся. Можно сказать, что он по грамм своей Гогольбе счастлив. Здесь же он будет писать некоторые части своего второго, потому что даже зачитывать их хозяевам. Так что наши спины второй там слышали. И у нас же вы можете видеть Николая Васильевича. Совсем не было, немногие его здесь узнают. Говорит, что когда он писал сайт-разведение, смеялся над умойниками, францами, вот он смеялся над самим собой. Здесь уже в более зрелом возрасте, таким, как мы его привыкли видеть, а вот этот угрозом он был сделан с последней маски. в Гоголе. Так что, видите, на каждом своем портрете он немного разный, настолько неординарным человеком он был. Конторка. Дело в том, что в те времена считалось не очень хорошо для здоровья читать себя. Поэтому читали сто. И для этого такую конторку ставили на стол, читали, потом могли убрать и что-то написать на стол. И основное было именно для письма. Это чтение Буряков-Дорога. Дорожный чемоданчик для писем, который Николай Васильевич использовал не только для того, чтобы перевозить свои корреспонденции, но также для того, чтобы писать. Так что это был такой переносной столик, который был очень удобно использовать в дороге. Здесь же в образце с Николаем Васильевичем встречались иногда забавные столи. Например, когда вместе с артистом Щепкиным, который играл роль в пьесах Гоголя, он возвращался из Абрамцева в одной карете. В холи позанесло, и Щепкин, который был плотным из злосложания, вылетел из нее, завяз в сугробе, сидел там в своей большой шубе и ругался. Николай Васильевич, который был более худой, смог подержаться, видимо, вешок пришел с нахолкного Щепкина, и вышел из кареты, и надеюсь, сменялся. Он подошелся в полную шагу, и они вместе продолжили свой путь. А еще о нам с человеком, который бывал в Абрамсе и даже некоторое время не совершил, стоит упомянуть. Иван Сергеевич Ахапов. Сын Сергея Тимофеевича, фирмы Славяна Фил, председатель Славянского комитета в течение 20 лет, самый выпряженный год с 1758 по 1878. Он настолько увлекся делом Славян, что болгары даже предлагали ему стать актарем после освобождения турецкой зависимости. Конечно, этот проект не удался, а Россия заключила довольно невыгодный ремьер после русско-турецкой войны, тем не менее, болгары безусловно и сходят. На всем возглавливающийся Иван Сергеевич и памятник им стоит Сердель и Болгария. Несмотря на свою общественную политическую деятельность, он оставался человеком настолько честным, что в Москве даже говорили честным, как отца, как его имя станет нарицательным. Он был жилатно не подразничивающим дочери митого поэта и сама она тоже была талантливой немалористой и написала книгу при дворе двух императоров, так как было проявление декориста. Но вот это есть его и виталии обогнал в газет некоторое время он был главным публицистом славяно-филом издавал почти все эти журналы и газеты и начал он редактировать в совсем даже возрасте в 17-18 лет. Ну а позже стал главным редактором и выпускал такие журналы как «Парус», «Москва», «Москвич» и «День». Много таких журналов появилось, потому что правительство завидно регулярностью закрывало славяно-филом все-таки относились к фибералу и не все их высказывания нравились правительству. А ну какие-то махины фиберал Сергеевич не расстраивался и просто открывал новый здесь живо сухоняш. И после свадьбы с Анной Федоровной Чечевой некоторое время они прошли в Абрамцеву. А вот после того, как они у них сначала урана, потом Сергей спасал, Абрамцева решили продать там новых хозяев этого дома я вам расскажу в следующем зале. А кто в этой кровати спал? Ну на самом деле считается, что здесь много отдыхать в лодушке, потому что Гугль некогда не спал лежа. Он боялся задохнуться во сне, поэтому всегда спал в туму сидя и иметь возможность произвести эту кушетку. Но он точно отдыхал на этом диванчике, на котором потом будет отдыхать и там тоже Дед двигался, путешествовал. Смотри, какие взрослые красивые. И еще раз, на сегодняшние цены были около 20 миллионов. И сумка это было даже несколько долучно. Но самый важный знал, что эти деньги нужны сроки и со временем, чтобы открыть клиент для девочек в Москве. Она только имела, денег ему было жалко. Его отец, Иван Федорович, построил ветку следовой дороги от Москвы до Сергеева Пасадов. Ему принадлежала первая из указанного освещения из столицы. Он занимал шестую строчку в связи с самых богатых московских купцов. Самый важный существенный продолжил его дело. И отец, иван, и заменил свой неценок предпринимательства. Поэтому отправил его на обучение в Италии. А в Италии он познакомился со своей будущей супругой Елизаветой Гебуриной Сапожниковой. Она тоже приходила из семьи Купку. Ее родители были поставщиками шелка и парчей на имбернаторского двора. И многих власти интернатрицы Александры Федоровны, Мария Александровна. Который был в следующем университете в палате в статическом музее. Были пошиты из щелка и парчей сапожниковых. В Италии и Шесау, иван, и шестой, были с теми художниками, которые поставили ядро его образовываться в хрустах. Все они были стипензиатами Академии Художеств и получили возможность продолжить обучение в Центре искусства в Италии. Вознакомься с такими художниками. Так Рейтин, Коснисов, Поленов, Антарпольский. И сам проникается в художественном духе. В это же время он начинает собирать свою коллекцию искусства. При чем набирает он не обязательно модных или дорогих художников. Иногда он мог приобрести картину какого-то молодого и неизвестного художника. Но позже он обязательно становился известным и неизвестным. Так что вкус не изменял Ассадий Иванович. Но оказалось, что он и сам тоже человек талантливый. Он брал в уроке скульптуры у русского скульптора, который большую часть своей жизни прожил за границей Марка Антарпольского. И достиг в этом успеха. Вот посмотрите, бюст дочери его работы. А вот об этом, в своем собственном портрете, его учитель Марк Антарпольский даже скажет превоспорно. И подпишет эту работу. Он говорит, что он уже записал, забросив железной дороги и заняться только творчеством. Здесь же вы можете видеть набор начинающего героиста. Тоже очень интересно. И на стенах те картинки, которые были приобретены. Савва Ивановича. Это какие-то картины, которые написали наши художники во время стажировки. Как только Савва Иванович приобрел Абрамцева, а он пригласил своих новых друзей сюда. Он писал, что хорошо бы поселиться здесь кружком. И вот таким кружком, дружеским объединением они и поселились. Проводились и святая иногда, и все-таки уход. В зависимости от занятий художников. Но вот об этом новом, о Брамцевском, в периоде истории кружка, я вам расскажу в следующем зале. Это немного нового. Он начинал и нарушил его. Начинал и пошел на Казахстан. Попробуйтесь на него. Отлично. Вы увидите, что не богатый. Они сделали, что они не знали. Попробуйтесь, что они зарегулируются. Вы intensity путь. которые здесь были или снимали дачи в поселке Бахманово. Продолжение следует... 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 Их написали. У него уже есть идея, устроение. Когда он хочет поделиться со зрителем, а не просто констатирует сам бог природы. Если посмотреть на это лимоно, он покажет какой-то неприятливый, тревожный. И это же лимоно продолжает следующий художник Константин Королин. Здесь собраны совсем юные его работы. Все они были написаны до исполнения ему 18 лет. А вот позже его назовут отцом русского импрессионизма. И полностью его талант раскроется уже в эмиграции, в Афганции. Его знаменит в парижском цепле работ лежит только с самого его начала. Но мы уже видим, в какую сторону этот талант будет развиваться. Он не хотел писать природу, так как она есть, а скорее хотел изобразить свое к ней отношение. А то солнышко светит, тепло, светло и радостное. Он хочет изобразить не природу, а свою радость. И это уже сложнее. Но самое название является, конечно же, произведение художника Виктора Васильцова. Для своей Алёнушки он выкрутил села Актырки, которая находится в 4 километрах от Абрамцева. Но это собирательный область мусорской природы, потому что эти камни художник предсоветовал своих фамилийских этюдов. Девочку он встретил здесь, в пути из Актырки, в Абрамцево. Она была сиротой, работала на полях, в виде крестьян, поэтому ее несколько пренебрежительно называли Пололкой. Она им Полола. По легенде, она потом удачно ушла замуж, и другие девочки ходили за уснецом, чтобы он их тоже изобродил. Представим, только приметы. Считалось, что у Васильцова легкая рука. А вот, в Цуале, вверх, сэршно-мамонтной, дочери Савы Ивановича. Так что у нас собирательный образ русской природы, Абрамцевский пейзаж и колецкие камни, и собирательный образ русской девушки. Это последний, 21-й эскиз перед написанием «Работы», которая находится в Третьей Кубской галереи. Но эти две картины не совпадают по деталям. У нас гораздо более светлые тона, две модели московской работы. Художник выберет другую. Там изображена совсем другая измерка. И это Поле Добрич, не знаваемое, потому что это все как ими богатырениями. Работы написаны в основном у нас, в Абрамсе, более местные. Они проводились к колечне Савы Ивановича, да и персонажей художник тоже встретил здесь. В роли Алеши Поповича ему базировался Мамонтовых Андрей, Ильи Гурнцев, Владимирский Кузнец, пришедший на заработки. А вот Добра Никитича художника сказал долго. Ему даже базировал Поленов, потому что считался самым красивым из художников. Но в итоге он получился гораздо больше похожим на самого Восьмецового, чем на Поленова. Вот такая модель, которая всегда с собой. Это уже очень удобно. Центром протяжения для наших художников был, конечно же, сам Сава Иванович. Человекоматичный, карцематичный. Он умел создать здесь творческую обстановку и в этом ему помогала его жена Елизавета Григорьевна. Я вам расскажу в следующем зале. Здесь две копейки вниз, осторожно не ходим. Замееcare 역варличных BO Дмитрий Там он и Там он и избавляя о комфорте. Его черепи находится Григорьевна. Уничку Ого! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Дима Тorzok